Обратите внимание, у нас в стране происходят разные катаклизмы. Холодно, где-то что-то взрывается и так далее. По стране идут забастовки. Мангастау, нефтяники молодцы. Первые выступили, там одна группа с одного предприятия. Еще ряд предприятий поддержали. Вообще я вижу, что если бы не казахи с Мангастау, наша страна давно бы превратилась в Трукмению или Северную Корею. Они хоть сопротивляются. И для меня вот в этой связи странно, что в других нефтяных регионах страны, Казларда, Ахтубе, Уральск, Атрау, почему вы не выходите, почему вы не проявляете солидарность? Очевидно же, что когда все нефтяники объединятся, выйдут с едиными требованиями поднять зарплату минимум до миллиона тенге, улучшить условия труда и так далее, эта власть никуда не денется, прогнется. Для меня непонятно, почему работники экспортных предприятий, тот же самый Корметкомбинат, там Кассинг и так далее, почему вы не уходите с требованием поднять вашу зарплату минимум до миллиона тенге? Ходите, выпрашиваете там какие-то небольшие деньги, вот как было МАЭК на энергокомбинате. Зарплата у них средняя 166 тысяч тенге. Я вышел с предложением, чтобы МАЭК передали мне в управление и пообещал, что зарплата будет не менее миллиона тенге, что в течение полугода мы восстановим, любые проблемы решим. И что же в итоге? Работники согласились с 15 МРП, 15 серебряньков, это 51 тысяч тенге. То есть у них зарплата стала чуть больше 200 тысяч тенге. Вместо того, чтобы получать миллионы и больше, они согласились получать 200 тысяч тенге. Проблемы решились? Нет. В городе проблемы с теплом, с горячей водой, с холодной водой, с электонергией и так далее. Видите, вот к чему приводит, когда люди не отстаивают свои права. И я сейчас в этой связи обращаюсь к работникам экспорт-предприятий угольные, золотодобывающие, цинковые предприятия, феррасплавы, город Хромтау, Тимиртау, Караганда. Я обращаюсь ко всем нефтяникам. Поддержите работников Мангстау, нефтяной отрасли. И вы увидите, как эта власть прогнется выполнить все ваши требования.